Музыка Скажите, пожалуйста, то, что сейчас происходит в популярной музыке, кто это знает и прочее, Тихо Николаевич ее называл музыкальным мусором? Похоже на правду. Похоже на правду. Во всяком случае, в этой, скажем так, деятельности очень сложно найти что-нибудь стоящее. Ну, я думаю, что это веяние времени в какой-то степени. Время стало как бы немножко другим, и подход людей к жизни, что ли, изменился. Она стала более быстрой, менее размеренной, естественно. Люди беспокоятся о завтрашнем дне. Чаще думают о бытовых вещах, о сегодняшних вещах, и меньше думают о вечности, которая у всех впереди. И в этой ситуации даже ориентированные, скажем так, на высокие люди, я могу даже о себе так сказать, очень часто испытывают на себе давление быта. Быть заедает очень сильно. Как только появляются бытовые преимущества, с ними очень трудно расставаться, люди начинают лениться. И таким людям, средства массовой информации, нагнетают музыку не как высокую сферу искусства, а как сферу потребления. Вот там что-то звенит, что-то играет, что-то, так сказать, стучит. Вот это вот музыка. В принципе, все вокруг музыка. Шум поезда – это музыка. Ветер пролетел, это тоже музыка. Но кто-то сказал, что музыка – это организованный шум. Вот когда шум организован так, что он затрагивает людские души и сердца, тогда это высокая музыка, высокое искусство. А когда это, попросту говоря, заполнение звуковых пространств, не более того. Кого-то это устраивает. Мне кажется, что если бы это кого-то не устраивало очень сильно, это так бы не нагнеталось. Вне всякого сомнения, там много людей, достаточно талантливых, средств массовой информации, которые понимают и отдают себе в чем-то отчет, чем они занимаются. Они пропагандируют, в общем-то, даже не искусство, а какие-то дешевые поделки. Потому что для себя, для домашнего прослушивания, я это знаю хорошо, они оставляют музыку высоких образцов. Ну и они как-то, видимо, в разговорах даже проходило, что вот, так сказать, ну вот народ ему вот это вот сойдет. Вот это для него. Что он не сильно развивался, сильно не думал, не требовал по отношению к себе интеллектуальной работы. Любое искусство, оно ведь заставляет человека интеллектуально работать над собой и как-то расти. А поделки, ну, мило, замечательно. Сейчас яичницу поели, послушаем какую-то песню, потом, значит, пойдем погуляем. Вот такая вот история. Понимаете, музыка, такого рода музыка становится, знаете, каким-то Макдональдсом таким. Хотя в Макдональдсе ничего плохого нет. Ну и хорошего в нем тоже мало, потому что настоящие котлеты гораздо вкуснее. КОНЕЦ